Чтобы откомпилить шаблон, можно или установить свой локальный латех, или воспользоваться сервисом для совместной работы с файлами латех. Итак, вот у нас сайт конференции рабочий. После того, как вы послали абстракт и абстракт приняли, у вас появляется пункт Call for Paper. Тут находятся темплейты. Также темплейты эти же находятся в гайдлайнах. Давайте мы... Значит, тут у нас темплейт-исходник и откомпилённый темплейт, в котором находятся гайдлайны, как нам делать всё. Итак, мы его скачиваем. Вовременную папочку скачаю. И загружаем на Overleaf. Overleaf.com New Project Upload Project Выбираем zip-файл, который у нас есть. Так... Сейчас мы его... Вот он, наш zip-файл. Вот он загружается. Zip-файл сделан так, что основной файл это main. Сделан так, что у нас библиография идёт в бип-файле. Вот у нас в конце написано стиль библиографии и файл, где находится библиография. Ну и дальше тут лежат классы. Вот он, компилиция у нас. Первая компиляция занимает достаточно много времени. Подождём. Собственно, вот в рамках этого main.tech вы редактируете. Вот у нас получился вот такой вот откомпеленный шаблончик с библиографией, которая была взята из бип-файла, который имеет такой вид. Таблицы, рисунки, knowledgement, формулы. Формулы у нас делаются таким образом, что нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка. Для того, чтобы на формулу появлялась ссылка, нам нужно ссылаться на неё с помощью команды ecref, а не просто ref, как на все остальные структуры. Значит, меню нажимаем, тут у нас исходник и PDF. Собственно, это то, что вы должны выложить на сайт конференции. Вы скачиваете PDF-файл, вы скачиваете архив с исходниками и выкладываете всё на сайт конференции. Вот, собственно, и вся работа с редактором онлайновым Overleaf.